МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа О чем говорят? О чем говорят? Головная боль родителей, педагогов, врачей, как привить нашим детям, подросткам здоровый образ жизни, как оттянуть от вредных привычек. Мои собеседники сегодня заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, спортивный директор Самарской Федерации дзюдо Александр Иванов и заместитель председателя регионального отделения Русский национальный центр Юрий Данченко. Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Итак, здоровый образ жизни. Я знаю, что буквально на днях прошел круглый стол, посвященный этой проблеме в Доме дружбы народов. И там были и представители военкомата, и спортивных организаций, из Министерства здравоохранения. Никого только не было. Самара, Самара, к сожалению, занимает лидирующее место по наркомании и алкоголизму среди молодежи. И вот Тольятти, как тоже лидирует по заболеванию спины. Это как бы сопутствует. Поэтому пора бить в там-тамы. Давно уже пора. Мы помним, как в 90-е годы шла массированная реклама алкогольной продукции, в том числе пива. И мы видели, как продавцы алкогольной продукции призывали пить, показывали примеры достойных людей. И если, допустим, кто-то не пьет, то это не круто. Круто пить пиво. Ну, значит, 90-е годы. Сейчас это 20 лет назад было. Сейчас уже дети тех, кто в 90-е годы эту рекламу смотрел. Мне кажется, что-то должно было измениться. Я почему говорю, в принципе, действительно, пора бить в там-тамы. Вы правильно сказали. Мы в рейтинге не на очень хорошем месте по здоровью молодежи. К сожалению. Но, тем не менее, не так давно этот кросс был. Вся страна, когда бежала. Русские пробежки. Бега русская. Я просто на набережной тогда оказался. Народа ведь сколько пришло. И молодежи. Там не только молодежь. Там и взрослых было очень много даже, и пожилых. То есть, все равно что-то движет. Нельзя сказать, что мы на все вот так вот на всем крест поставили. Мы сейчас говорим... Я говорю, почему мы проводили этот круглый стол. Потому что есть отрицательные стороны. И с этими отрицательными нужно что-то делать. Но есть и положительные. Давайте тогда про отрицательные. Потому что это то, от чего действительно болит голова. Каким выводом пришли? К выводам каким пришли? Что с этой проблемой нужно бороться вот как раньше заставляли через средства массовой информации, через наружную рекламу и другие места общественные пить пиво. Вот так же надо сейчас пропагандировать. Пропагандировать. Именно здоровый образ жизни. Что это действительно для молодежи это круто. Что здоровым будет это хорошо. Это будет и здоровье, и долголетие. И он будет нормальный член общества. Соглашусь. Вы знаете, я сейчас о чем вспомнил? Здесь Крисан Иванович, наверное. Я помню свое детство в 70-х. У нас тогда каждый мальчишка практически в классе ходил в какую-то спортивную секцию. В дзюдо ходили. Ну, поверь, кто-то год, кто-то полгода, кто-то несколько лет и потом добивался, я не знаю, разрядов или званий. Но из 10-ти 9 точно ходили. Так и было. Так и было. На этом выросли. Я уж не знаю, сколько это потом продержалось до каких годов. Наверное, до распада Союза. Вот сейчас, если сравнивать. На самом деле, раньше, кроме самбо и дзюдо, наверное, ничего не было. А вот последние лет 10, наверное, может даже больше начали развиваться такие виды спорта, единоборства, как айкидо, тейквондо, карате. То есть, их разрешили официально. В 90-х там карате забило все. К сожалению, отток на самбо и дзюдо сразу уменьшился. И сразу это почувствовало, что детей стало меньше. Потому что дети стали заниматься более строгими. В принципе, даже если не говорить именно дзюдо, а вообще какую-то спортивную секцию, какие-то единоборства. Секция стала намного больше, конечно. То есть, у людей появилось разнообразие. Ну, в принципе, занимаются, желающих много очень детей, которые хотят заниматься. У нас, если про дзюдо говорить, я скажу, что у нас по городу в принципе во всех районах есть какие-то спортивные клубы или секции. Это вот если от Сухой Самарки до Зубчининовки. То есть, в каждом районе есть там один... Практически в каждой школе мне даже кажется сейчас есть какие-то... Ну, в принципе, не дзюдо, спортивные секции. Обязательно. В каждой школе есть обязательно какие-то секции. И это, в принципе, все как раз идет на развитие здоровья детей. А дети это как бы наше будущее. Это самое главное. Ваш взгляд, что не хватает нам все равно? Видите, мы говорим, на последних местах все равно по здоровью. Не хватает специалистов, не хватает тренеров, которые грамотно бы работали. Вот проблема в кадрах существует. То есть, дети, они всегда есть и готовы тренироваться, а специалистов грамотных, их очень мало, к сожалению. Значит, я могу добавить. Действительно, во-первых, очень сильный кадровый пробел возник. Я вот могу сказать, судить, я, потому что сам мастер спорта по парусному спорту, и вот сейчас занимаюсь именно развитием парусного спорта. Потому что в Самаре, если в Тольятти, там, можно сказать, парусный спорт существует, он, так сказать, сравнительно на должном уровне. В советские времена, конечно, было там получше, но все равно там не упало такой, как в Самаре. В Самаре, грубо говоря, парусный спорт, вот детский, его практически не существует. У нас есть там... Дорогой вид спорта, потому что... Не совсем так, понимаете, я бы... Он... Но он самый... Вот я считаю, что спорт, вот парусный, я просто говорю, это интеллектуальный, технический спорт. Он развивает логику, интеллект и физическую. И ребенок, кстати, на свежем воздухе, здоровье, все эти упражнения он делает на свежем воздухе, а не в грязном городе. Это очень такой обширный. И дети, кстати, там привыкают работать и гаечными ключами, и пассатижи, значит, и такую отвертку. То есть это технический спорт еще к тому же. То есть он очень широкий спектр. Там и физическую подготовку нужно иметь, и, так сказать, интеллект, правильно поставить дистанцию и так далее. Но я хочу вот что хотел бы сказать. Помимо всего прочего, вот по поводу базы, еще не хватает материальной базы. Очень катастрофически. Все, что осталось от Советского Союза, вот, например, в Парусе, все разрушилось. Ужасно. Если вы посмотрите, вот эти я-клубы, которые пытаются сделать что-то, это все, ничего нового не делалось, все это в разрухе находится. Это раз. То есть это два. То есть кадры, материальная база, и третье, законодательства. Я вот, мы обсуждали на круглом столе по поводу законодательства. У нас до сих пор в Самаре нет закона о массовом спорте. Уважаемый Гарри Захарович... Местного, регионального закона. Да, нашего, да. Нашего, вот именно в Самаре. А в других регионах есть? В других регионах, не знаю, как во многих, но и существует. Вот. И правда, правда, мы подняли эту тему на круглом столе. Оказывается, он два года не лежал, оказывается, с ним работали, правда, ну, не так быстро, как бы хотелось. Работа идет. А что он изменит, этот закон? Я думаю, я еще с ним так подробно не ознакомился, мне только его 15-го или 16-го числа дадут, я ознакомился. Потому что, я вот сразу себе представлю, вот, если я спортом не занимаюсь, условно говоря, да, то мне, какой бы вы закон не приняли, да, ну, я и не буду заниматься. Значит, нужны какие-то, мне кажется, кроме закона, другие рычаги воздействия. Если мы говорим о сознании, особенно о сознании школьника, о сознании подростка. Нет, я ваш вопрос понял. Конечно, если человек не хочет заниматься его никакими дубинами, законами, не загонишь. Мне кажется, он провоцировать тогда надо заниматься спортом. в законе, я думаю, должно быть, во-первых, учтены нормальные оклады и тренер. Вот. У нас это, к сожалению, слабенько. 10 тысяч, ну, раз, на них можно... Я понял, да, вы имеете... Вот. То есть в законе это должно быть учтено, раз. Во-вторых, у Министерства спорта и у правительства должны быть рычаги, с которыми можно, так сказать, эффективнее работать в этом направлении. Вот это должно быть прописано в законе. Опять же, пропаганда и агитация за здоровый образ жизни, вот это должно быть прописано в законе. Тогда он будет помогать. Александр Иванович, я вижу, что-то хотите сказать. Я хочу сказать, что это еще от родителей очень должно идти, потому что в семье, если это пропагандируется, здоровый образ жизни, то и дети смотрят на родителей и, естественно, тоже будут чем-то заниматься. Из семьи это нельзя... Если отец привык по утрам 15 раз подтягиваться на турнике, то и сын по неволе... Если он делает зарядку, если он сам куда-то ходит, какой-то клуб там занимается, или они вместе это делают, то и ребенок тоже будет стремиться к этому, а не пойти там покурить где-то сигарету или выпить банку пива. То есть это из семьи тоже идет. Вы знаете, вот начали говорить о том, что вспоминается. Тоже другой пример, не из нашего с вами детства, но тем не менее, мы с вами об этом знаем. 30-е-50-е годы, Советский Союз, вот эти марши спортсменов, которые транслировались потом на всю страну, по Красной площади шли, колонны демонстрантов, вот эти спортивные парады, которые были во многих крупных городах Советского Союза. Это тоже же все работало на... Согласитесь, значок ГТО на груди у него. Все об этом знали. Любой мальчишка тогда, который рос в предвоенные годы, в поствоенные годы. К этому, наверное, даже мы застали. Да, они стремились, чтобы, да, значок ГТО. Чуть попозже уже. Конечно, можно добавить. Я потому что, все-таки опять, потому что я в Парусе больше, как бы, так сказать, с 1975 года занимаюсь, и поэтому многие знают. Кстати, вот после революции, после гражданской войны, в 20-е годы парусный спорт развивался семимильными шагами. Потому что это будущие моряки, капитаны, которые придут, вот эти мальчишки придут в армию, флот, уже подготовленные. То есть, тогда уже государство понимало, что парусный спорт это не просто так вот спорт. Чтобы не получилось так, То есть, в такие вот страшные годы и то развивалось. Каждый кулик свое болото. Вы про парусный спорт, Александр Иванович про джидо. Я хочу сказать, что, в принципе, вообще любое занятие в спортивной секции, да, даже пусть это будет шахматная секция, но это все равно, да. Конечно, это здоровый образ жизни в любом случае. Все равно лучше, чем в подъезде на улице с утра до вечера за компьютером или у телевизора. Вы знаете, что еще? Ведь, в принципе, когда мы-то росли, у нас не было, ну, компьютеров, понятно, я делал, не было. Нельзя было часами, да, у них. Но ведь и у телевизора часами не сидели, потому что там два канала «Спокойной ночи, малыши», да, вечером, и то не все смотрели в гостях, в гостях у «Сказки», да, раз в неделю. Ну, погоди, да. Мы не сидели с утра до вечера у телевизора. Мы гуляли, были на улице и все равно вынуждены были где-то еще чем-то заниматься. А сейчас, особенно, понять, вот этот домашний ребенок, слишком много соблазнов. У нас везде были калды, стояли. Мы всегда, летом мы гоняли мяч, хоть и ходили в секции, но когда их не было, например, какой-то день, мы обязательно выходили вечером, играли в футбол или зимой в хоккей, вот, заливали горки. Если даже не было калды и так далее, мы прям во дворе, не так уж много было машин тогда, ставили два кирпича и гоняли в шайбу. Опять беда, вот это, что за последние 20 лет, посмотрите, сейчас новостройки строятся, ведь детских площадок нет. Я уж молчу про то, что тогда действительно в каждом дворе была либо футбольная площадка, которая зимой в каток превращалась, правильно? В каждом дворе, вот что бы мы сейчас не говорили, но это было в каждом дворе. А сейчас не то, что каток, а детская площадка-то какая-нибудь до такой степени, меньше, чем авиационные заводы торгуют до сих пор там шубами. то есть, вот эти вот 20 лет, которые постперестроечные, да, перестроечных, они нам долго еще, наверное, и каться, и вспоминаться будут. Одно радует, что сейчас все понимают, что останавливаться нельзя, и нужно что-то делать на всех уровнях. Да, и тот круглый стол, который прошел, и вот эти многочисленные программы, тот же «За здоровый образ жизни», это же федеральная программа, хорошо? В там темы, о которых мы с вами начали говорить, наверное, начали бить несколько лет назад, главное только, чтобы все вот втянулись, да? Вот давайте, вот сейчас мне подсказывают, время практически подошло к концу. Вот что хотелось бы, Александр Иванович, прям тезисно, коротко. Что хотелось бы, это как-то увеличить объем пропаганды, наверное, здорового образа жизни, вот и вы, что там дзюду, а любого вида спорта, чтобы это и в телевизоре было, и в газетах, и в школах, да, учителя, чтобы постоянно спрашивали, а кто занимается, не занимается. Ну, вот наша федерация, в принципе, по школам ходит, делает пригласительные. Родители вспомнили собственное детство. Ну, правильно ведь, в принципе, да? Они-то росли, когда в школах практически... Тем, что вот такое разнообразие большое, и танцы, и компьютеры, и какие-то веносы. Пускай на танцы ходят. Ну, пускай, да. Я вот ничего против, тоже здоровый образ жизни. Согласен. Я тоже поддерживаю Александра, я считаю, что на танцы или дзюдо, лишь бы только они сидели у компьютера, где там в интернете, да, и их там промывают мозги, а мы знаем, что там какая грязь бывает в интернете, вот, и ничего хорошего. Давайте, чтобы не обобщать, просто чтобы вот так вот, да, если необходимо сидеть, пусть сидят, только ограниченное количество времени. Самое главное, чтобы, это уже, наверное, я не знаю, к родителям обращаться, да, чтобы все понимали, что ребенок должен заниматься какими-то физическими... У ребенка должны быть физические нагрузки. То есть он хочет быть здоровым, Если они хотят, чтобы их дети были здоровы. И чем раньше это начинать, То есть нам надо, в первую очередь, обратиться к родителям, наверное, чтобы родители занимались своими детьми, а не давали им эти электронные игрушки, и чтобы ребенок сидел там и непонятно, заниматься, с ним надо общаться, им надо объяснять, говорить что-то. Это не всегда... Потому что с этих последних мест нам нужно в этой статистике печально выходить. Да. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Смотрите нас на канале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова